Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы продолжаем отвечать на вопросы, которые нам присылают наши зрители, слушатели. И вот такой своеобразный интересный вопрос присылает один из них. Существует ли таблица народов, родоначальниками которой являются Сим, Хам и Афет? Известно, что потомки Сима населяют Ближний Восток, Хамиты – это народы Африки, евразийцы – это иофитяне. Кому относятся азиаты, китайцы, японцы, индийцы, иранцы и так далее? Ну, вопрос очень в своем роде, конечно, любопытный, но ответа на него нет и быть по определенным причинам не может. Таблица такой не существует и нет, по крайней мере, она едва ли когда-нибудь будет принята православной церковью. Потому что если мы с вами начнем придерживаться вот такого совершенно буквального, буквалистского понимания Священного Писания, то, например, в частности, в конкретном вот этом случае мы должны будем задаться и другим вопросом. Сим, Хам и Афет – а кто же тогда Ханаан? И кто же тогда потомки которого должны были быть рабами у братьев своих? Кто же тогда из этих современных народов Библии народом Божьим облечен на пожизненное рабство? Самим, так сказать, установленным порядком вещей. Поэтому, ну, скажем, вот во время обучения в стенах наших московских духовных школ приходилось слышать от некоторых наших преподавателей, что если кто-то на экзамене по катехизису вдруг заявит, что, например, негры – это потомки Хама или Ханаана, тот автоматически получит двойку. Ну, в общем-то, это вполне справедливо, поскольку вот подобный подход к, как мы уже сказали, буквальный к толкованию священного писания, в общем-то, является и таким реакционно-националистическим. Именно вот этими попытками буквально истолковать священное писание всегда оправдывалось такое явление, как рабство на протяжении нашей истории. Из священного писания делался вывод о том, что якобы есть народы, которые по самому своему происхождению вынуждены служить и быть рабами других народов, потому что Ной в лице, так сказать, сына праотца Хама проклял всех их потомков и обрек на рабство за то нарушение этических норм, которые позволил себе этот также вышедший с Ноем из ковчега его сын. И поскольку на Хаме было благословение Божие после окончания потопа, то вот это проклятие Ноя легло не на его самого, но на его сына Ханаана и его потомков. И вот подобным реакционным толкованием пытались некоторые, так сказать, бесчеловечные дельцы этого мира оправдать то состояние рабства, которому подвергали всех остальных. Эти реакционные идеи находили свое выражение в самые разные времена и у разных народов. Так общество испано-португальское, а также англосаксонское еще совсем недавно оправдывало рабское состояние негров Африки и других, как им казалось, неразвитых народов, которые якобы являются по их толкованию в священном описании потомками Хама, потомками Ханаана. И поэтому самим уже своим происхождением обречены служить белому человеку в его нуждах, являться его рабами. Ну, как бы сейчас не дико, может быть, это звучало, но совсем еще недавно именно этим местом священного писания оправдывалось то рабское и, в общем-то, совершенно беззаконное на самом деле состояние, которому подвергалась целая раса. Не то, что там какой-то один отдельный народ, только за то, что имеет определенную пигментацию кожи и волос, связанные с теми условиями проживания, в которых им довелось находиться, да, то есть обладает вот этими негроидными чертами. Но на самом деле, если обратиться к другим историческим пределам, то это далеко, по примерам, то это далеко не единственный. На самом деле некоторые, так сказать, толкователи наши современные будут, может быть, удивлены, если напомнить им о том, что подобным же совершенно образом оправдывало рабское подчиненное состояние восточных областей, собственно, Руси, восточных областей Речи Посполитой, польская шляхта, которая совершенно серьезно, с полным убеждением, вот именно таким же образом толкуя священное писание, считали своих же братьев славян, но, так сказать, русского происхождения, украинского происхождения, считали потомками хама, потомками ханаана, и поэтому созданными для того, чтобы быть холопами у этих самых панов, у этой, так сказать, белой кости, хотя и те, и другие относились к одному совершенно славянскому племени. Поэтому это, собственно, не единичный в истории пример везде, где появлялось угнетение одних людей другими, появлялась вот эта попытка обосновать существующее вот это совершенно не евангельское положение вещей, вот как раз-таки подобного рода толкованиями. Так что, видите, вот такой буквальный подход к тому, кто является чьим потомком, может привести нас, ну, к совсем неприятным, ненужным и, в общем-то, излишним таким вот выводам, который нам совсем не обязательно делать. Поэтому не будем доискиваться, кто является чьим потомком, иначе мы можем стать перед такими сложными вопросами, потомками, кого из сыновей Ноя являются, например, австралийские аборигены или коренное население североамериканского континента, соотнести, так сказать, появление которых, ну, даже чисто исторически, все-таки с пребыванием сыновей Ноя в Ковчеге достаточно сложно. Либо нужно переносить потоп на какое-то уж совсем такое доисторическое время, во времена каменного века, что, в общем, конечно, вряд ли соответствует действительности. Ну, либо просто мы оказываемся в ситуации, когда, ну, имеющимися ресурсами научной мысли и богословского толкования мы не можем прийти к однозначному ответу на вопрос о том, чьи народы являются чьими потомками. Все-таки здесь, наверное, следует относиться к этому месту священного писания не как к такому абсолютному руководству к действию и пониманию, а как все-таки скорее такому, ну, что ли, наброску на ответ на сложный вопрос о происхождении народов и расселению их по лицу земли как таковой. Поэтому мы достаточно условно относим какую-то часть народов к семитским, потомкам Сима, но это скорее такая дань исторической традиции, и просто мы таким образом обозначаем одну из языковых семей, действительно, как-то связанную каким-то общим происхождением. Однако совсем не обязательно вот так полностью буквально соотносить ее с библейской историей о потопе, оно и его сыновьях, а уж тем более рисовать какие-то, ну, такие таблицы, которые неминуемо окажутся завиральными и несостоятельными и перед лицом богословия, и перед лицом исторической, антропологической или какой-то другой современной науки. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok